Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Сколько бюджетных средств было выделено на капитальный ремонт самарских школ в этом году? Когда завершится подготовка школ к первому сентября? Сколько дополнительных первых классов было открыто в Самаре накануне нового учебного года? В нашей студии Илья Осипов, исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Самара, руководителя департамента образования администрации городского округа Самара. Илья Дмитриевич, добрый вечер. Рад вас видеть. Добрый вечер, Ян. Итак, лето. Отличное время для детей и родителей, но уже пора поговорить о подготовке к учебе, о подготовке к новому учебному году. Вот на сегодняшний день, по вашим данным, сколько первоклассникам в этом году у нас отправится в школу? На данный момент у нас приемная кампания по-прежнему продолжается. Она закончится 5 сентября. На данный, в текущий момент мы имеем информацию о том, что уже практически 13,5 тысяч первоклассников зачислены в образовательные учреждения. В то же время имеются по-прежнему вакантные места, которых в этом году у нас более 14 тысяч. С учетом продолжающегося процесса, я думаю, еще мы увидим небольшой рост числа первоклассников. Ну, то есть у нас как бы постепенно, год от года, количество детей в школах увеличивается, если я правильно понимаю. То есть это вот тот демографический взрыв, который мы когда-то, ну, скажем так, всплеск, наверное, так это будет правильнее назвать. Да, количество первоклассников увеличивается в последние годы. Вот у нас есть густонаселенные районы и в Самарской губернии, и в городском округе Самары. И есть районы, ну, скажем так, где количество жителей традиционно не так велико. А в связи с этим возникает, ну, целый ряд проблем. Они как бы общесоциальные, и в том числе это количество школ. Вот новостройки, понятно, то есть те территории, где большое количество домов, дома высокие, ну, такой, наверное, классический, на мой взгляд, пример. Это вот территория в районе оврага подпольщиков, густо застроенная, стоят высотки. Вот на этих территориях не может не возникнуть объективно дефицит мест в учебных заведениях, потому что когда-то это все планировалось немножко под другую, скажем так, под другую структуру города. Вот на сегодняшний момент удалось равномерно распределить первоклассников по школам? Ну, те проблемы, которые вы обозначили, они объективно имеют место быть. Естественно, вопрос с зачислением детей в первые классы решается абсолютно на территории всего городского округа. Те проблемные моменты, которые имеются в зоне плотной жилой застройки новой, мы прекрасно понимаем, что есть необходимость использовать и задействовать максимально ресурс имеющихся школ. Для этого образовательный процесс осуществляется в две смены, максимально задействуют кабинеты, все которые могут быть. Естественно, мы сталкиваемся с проблемой, что отдельным детям по прописке мест в образовательном учреждении может не хватить. Такие случаи тоже могут быть, поэтому мы предлагаем альтернативные варианты в школах, в близлежащей доступности, куда дети могут также пойти учиться. С начала июля у нас началась вторая, так называемая, волна приема в первые классы, когда прием уже ведется без учета места регистрации, адреса регистрации ребенка. Хорошим подспорьем в этом году было то, что мы открываем с 1 сентября образовательный процесс, начинаем в новой школе на пятой просеке. Я думаю, мы потом поговорим подробнее об этом. Да, это отдельно, конечно, все обязательно. Достаточно сильно, так скажем, разгрузило те школы существующие, которые были в этом районе, которые традиционно были пользовались большим спросом. Илья Дмитриевич, а, кстати, давайте объясним нашим зрителям, что такое первая волна приема и что такое вторая волна приема, и чем они отличаются, и чем вот, ну, каждая волна может быть выгодна или полезна для родителей. Ну, первая волна приема в образовательные учреждения начинается в апреле месяце. То есть у нас есть образовательные учреждения, которые закреплены за территорией всего городского округа Самары. Это, как правило, лицеи, гимназии, куда люди могут поступить вне зависимости от места прописки. Большая часть школ, за ними закреплена определенная территория, то есть дома, улицы. Список территорий утверждается постановлением администрации городского округа. Соответственно, в первую волну люди обращаются в ту школу, за которой закреплен их дом, где они проживают. Это сделано для того, чтобы люди могли обратиться в ближайшую школу близ своего места проживания. Ну, тем удобнее, скажем так, территориально. По итогам подачи документов, заявления, заявления изначально подаются в электронной форме обращения, потом родители приносят подтверждающие документы в школу, подтверждают адрес регистрации, наличие льгот, формируют список, приказ о зачислении и размещается образовательное учреждение. Во вторую волну идет прием в образовательное учреждение. Здесь уже место прописки не играет роли, то есть человек вправе обратиться в любую образовательную организацию при наличии в ней свободных мест. Вот это важная поправка. Да. И единственным основанием, по которому школа может отказать в зачислении при наличии всех исходных документов, это является отсутствие свободных мест, фактически, для приема. Кстати, вот вы сказали единственным основанием. Правильно ли я вас понимаю, что, например, вступительный тест это не может быть? Для первых классов нет. Не предусмотрено каких-либо испытаний. Для поступления в первый класс. То есть, вот, ну, теоретически в любую школу ребенка могут, должны принимать без вступительных тестов, без вступительных испытаний, то есть он приходит, скажем так, на общих основаниях и не предполагается, что он должен обладать какой-то базой знаний? Нет. Просто ведь, ну, не секрет считается, или, во всяком случае, есть такой некий миф, что вот сейчас ребенок, приходя в первый класс, он уже должен, ну, достаточно хорошо читать даже так вот, например, там, достаточно много знать. Нет, ну, мы прекрасно понимаем, что есть дошкольная подготовка, дошкольное образование, и дети, как правило, тем более уже в современных условиях, они идут более подготовленными, умеют читать, писать, многие из них. Но жестких требований о том, что ребенок, приходя в первый класс, должен уметь выполнять какой-то определенный перечень, там, операций или обладать определенными знаниями, такого перечня нет. Соответственно, это не основание для отказа? Нет, нет, вам школа не может отказать в связи с непрохождением каких-либо тестов. Еще один важный момент. Вот вы сказали уже сами, что прошла вторая волна приема детей, идет, вернее, вторая волна приема детей в школы. Вот в связи с этим, сколько дополнительных первых классов было открыто в Самаре или планируется к открытию в Самаре? Потому что, ну, вот вы сами сказали, что ситуация меняется, и люди, там, не найдя места рядом с собой, они пытаются попасть куда-то в другую школу. Ну, на данный момент, по сравнению с первоначальными подданными заявками школы перед первой волной, мы дополнительно открыли 2600 мест для первоклассников. 2600 мест? 2600 мест, да. В отдельных образовательных учреждениях требовалась подготовка классов, ну, соответственно, закупить мебель, отремонтировать для того, чтобы была возможность создать условия для занятий первых классов. Какие-то школы принимали решение о необходимости перехода в обучение в двухсменном режиме для того, чтобы, соответственно, тоже добрать дополнительные классы. Ну, в целом, вот, если посмотреть, с начала весны 2600 мест у нас дополнительно были предложены родителям для того, чтобы быть зачисленными в первые классы. Ну, то есть, соответственно, и на сегодняшний день дефицита уже быть не может, потому что это вот то количество мест, которое необходимо для того, чтобы всех детей... Ну, если мы говорим в целом, то, да, количество мест, имеющихся в образовательных учреждениях, оно достаточно для прогнозируемого количества первоклассников. Но есть отдельные территории, где в школе на данный момент мест уже нету, и, естественно, создать дополнительные там уже не представляется возможным. Ну, понятно, технически, например, нет кабинетов, там просто негде их сажать. То есть, если в целом масштаб всего города смотреть, то мест достаточно, но есть определенные локации, где дефицит мест отмечается. Ну, это вот как раз по тем причинам, по которым я говорил, потому что город быстро меняется, сейчас динамика скорой жизни, она изменилась на самом деле. Давайте поговорим о готовности школ к новому учебному году, ну, чисто технологически, скажем так, вот можно так это обозначить. На сегодняшний день сколько бюджетных средств было выделено школам непосредственно для подготовки к первому сентября? — Лето — традиционный период, когда можно проводить существенные ремонтные работы в образовательном. — Даже нужно, я бы сказал. — Да, и нужно, потому что весь остальной период года у нас идет образовательный процесс, мы, к сожалению, тоже не можем останавливать деятельность учреждений. В текущем году на проведение капитальных ремонтов из местного бюджета у нас было выделено более 140 миллионов рублей, и эти средства были направлены в целом, если посмотреть, 45 образовательных учреждений. Традиционно, что включают в себя эти виды работ, мы проводим ремонты по, так скажем, каким-то крупным узлам, то есть либо крыши, либо пищеблоки столовые, либо актовые залы, коридоры, кабинеты, ну, исходя из потребностей отдельных учреждений. Соответственно, в летний период, когда спокойно можно провести эти работы, мы таким образом готовим учреждения уже к первому сентября. — Я предлагаю посмотреть сюжет, вот как раз он касается этой темы, и затем мы, ну, скажем так, поглубже попробуем ее обсудить, потому что на самом деле вопрос важный, потому что, ну, это инфраструктура, которая наших детей окружает. Итак, давайте посмотрим. Для достижения высших спортивных результатов атлетам требуется качественное питание. Об этом хорошо знают в Самарском спортивном лицее. Этим летом здесь проводят капитальный ремонт столовой. Устанавливают новое оборудование, расширяют сам обеденный зал. Впереди осталась чистовая отделка помещения. Теперь здесь ученики в комфортных условиях смогут получать необходимые силы для усвоения знаний и достижения новых спортивных рекордов. Есть ряд детей, которые уходят на утреннюю тренировку в шесть, в семь. Дальше они приходят в лицей учиться, и хотелось бы, чтобы у них был завтрак второй, даже если они дома первый раз поели. И затем дальше дети уходят тренироваться. Домой возвращаются эти дети в пять, шесть, семь, восемь, девять вечера. В зависимости от того, в какой части города они живут. Поэтому, конечно же, потребность в питании огромная. Такой же комплексный подход к ремонту столовых используют и в других образовательных учреждениях. Обязательно полностью под замену идет кухонное оборудование. Новое соответствует всем требованиям Роспотребнадзора и пожарной безопасности. Если необходимо, то приводят в порядок и обеденные залы. Также закупают новые столы и стулья, проводят косметический ремонт. Сейчас все работы в самом разгаре. Как в школах ремонтируют пищеблоки, проверила глава Самары Елена Лапушкина. Она проинспектировала несколько школ. Замечания остались к одному образовательному учреждению. Подрядчики могут не успеть выполнить работы в срок. Но после встречи с главой пообещали нагнать отставание. В остальных школах все работы идут по графику. Понимаю, что закуплено оборудование. Понимаю, что закуплена уже и мебель для пищеблоков, и мебель для столовых, для детей. Поэтому все расставит вовремя. Остались только отделочные работы. И подрядчики достаточно ответственно относятся к своей работе. Всего в этом году пищеблоки капитально отремонтируют в 19 самарских школах. Все работы будут проходить под контролем городских властей. Илья Дмитриевич, вот мы увидели сюжет, который касается, скажем так, как раз той темы, которую вы сейчас, скажем так, объясняли. Это ремонт тех или иных объектов в школах. А сколько денег выделяется на капитальный ремонт школ в летний период? Потому что это школы такие, ну, более, наверное, старые, которые требуют более серьезных вложений денег. Ну, смотрите, вот как я уже цифру назвал, да, у нас более 144 миллионов рублей в этом году предусмотрено на проведение капитального ремонта. Естественно, мы понимаем, что в отдельных учреждениях здорово и замечательно было бы взять полностью все отремонтировать. Но тогда, наверное, этих денег другим не достанется. Ну, да, было бы идеально, конечно. Да, поэтому основная задача здесь определить наиболее уязвимые места, требующие решения, и, соответственно, точно каждый год полномерно проводить ремонтные работы там по отдельным элементам. В последние годы активное, пристальное внимание, скажем так, уделяется именно проведению капитальных ремонтов пищеблоков и столовых образовательных учреждений. В прошлом году, как мы знаем, да, у нас вся начальная школа, в соответствии с решением президента, обеспечивается бесплатным горячим питанием. Соответственно, это требует определенной модернизации инфраструктуры. Поэтому, вот если брать, например, в цифрах, да, то примерно треть того бюджета, который направлен на капитальный ремонт, это ремонт именно пищеблоков и столовых в образовательных учреждениях. То есть мы подходим комплексно, меняем и коммуникации, и технологическое оборудование, и мебель, то есть чтобы пищеблок был в идеальном состоянии и соответствовал всем требованиям современным СанПИН. Вот для того, ремонт, скажем так, это вещь важная, но здесь важно еще его затем качественно принять, то есть строго принять, ну, может быть, даже так, максимально придирчиво, чтобы не было потом никаких проблем. Официально приемка школ всегда проходит летом. Причем, насколько я знаю, начинается этот процесс достаточно рано, для того, чтобы потом можно было успеть какие-то недоделки, но они неизбежны, к сожалению, так или иначе устранить. Вот на сегодняшний момент, на начало августа, какова степень готовности самарских школ? Ну, то, что касается приемки ремонтных работ, я бы хотел сказать, что мы не только принимаем их по факту, но, так скажем, и в процессе выполнения контролируем для того, чтобы... А, то есть промежуточный результат? Конечно, конечно, в обязательном порядке, потому что мы прекрасно понимаем, что контроль здесь должен быть самый жесткий, чтобы все те моменты, которые требуют устранения, они на месте здесь незамедлительно устранялись. Поэтому в период выполнения работ тоже идет контроль. Что касается приемки образовательных учреждений, мы принимаем и проверяем готовность учреждений к началу нового учебного года абсолютно всех наших подведомственных учреждений, вне зависимости, проводились там ремонтные работы, не проводились. То есть есть требования о том, что мы все учреждения должны принять. В текущем году у нас запланировано к приемке 390 образовательных учреждений. Приемка официально началась со 2 августа и в течение трех недель будет проводиться. На данный момент порядка 60 учреждений проверено. Все были пока приняты без замечаний. Естественно, если в случае будут в каких-то учреждениях выявляться замечания, которые будут требовать устранения, то в эти учреждения будет повторно выходить проверка, чтобы полностью быть уверенным, что 1 сентября школа, детский сад детей готовы будет принять. Но я все-таки надеюсь, что обойдется без повторных приемок, потому что все руководители образовательных учреждений понимают свою ответственность, важность данной процедуры и традиционно показывают достаточно высокий уровень подготовки учреждений к началу нового учебного года. А кто, кстати, входит в комиссию, когда этот процесс идет к приемке? Какой состав тех специалистов, которые приходят и выявляют возможные недостатки? Комиссия у нас, скажем так, межведомственная, то есть основная часть составляют сотрудники департамента образования, также структурных подразделений администрации городского округа Самары. Мы привлекаем департамент по вопросам общественной безопасности, приглашаем на приемку сотрудников Росгвардии. И параллельно необходимо отметить, что в приемке не участвуют, но постоянно выходят с проверками. Это Роспотребнадзор. А, они тоже участвуют? Но они непосредственно в приемке не участвуют, но они по своему графику проверки проводят в течение всего года. Также службы пожарного надзора проверяют образовательные учреждения тоже в рамках своего утвержденного графика. То есть здесь достаточно серьезное и пристальное внимание не только со стороны департамента, но также всего комплекса, наверное, блока, так скажем, надзорных органов. Депутатский корпус участвует каким-то образом? Депутатский корпус традиционно мы приглашаем и активное самоучастие принимают. Потому что у нас есть народные избранники, которые сами, в общем-то, работали в вашей системе, и они систему-то знают изнутри, и всевозможные недостатки, и всевозможные проблемы им известны, я так понимаю, очень хорошо. Мы всегда с благодарностью относимся, когда выходят с проверкой в наши образовательные учреждения, поэтому всегда всех приглашаем и ждем. То есть вы открыты для них? Да. Ясно. Вот мы начинали в начале программы обсуждать новые школы, которые в этом году начинают работать. И так, ну, это вообще как бы очень хорошо, потому что долго у нас не ввозилось в эксплуатацию новую школу, а они, конечно же, нужны. Вот давайте расскажем, что это за школы, и как они изменят ситуацию с нагрузкой на учебные заведения в других регионах, в других районах. Да, действительно, две новые школы у нас в этом году появились, открывают свои двери для детей с первого сентября. Здесь необходимо отметить поддержку и федеральной уровня власти, и Дмитрия Чазарова. Что касается непосредственно школ. Ну, первая школа новая – это школа на пятой просеке. О необходимости, которой так долго говорили жители. Да, необходимость школы этой, она была понятна очень давно, и вопрос действительно назрел. Сейчас первый корпус на 600 мест построен. Причем тот ажиотаж и та востребованность этой школы, которая отмечается среди родителей, мы уже сейчас, сразу с первого сентября, запускаем ее в двухсменном режиме работы. Ну, потому что иначе нельзя. Да, то есть при проектной мощности 600 мест там уже более тысячи учеников будет обучаться. Соответственно, там идет строительство рядом второго здания. Будущей школы, которая еще позволит дополнительно еще больше детей принимать. А когда будет, кстати, оно, сейчас примерно уже можно понимать? По имеющейся у нас информации, до конца текущего года строительные монтажные работы должны быть завершены. Ну, то есть это в ближайшее время, на самом деле. Да. Следующая, вторая новая школа – это школа Мехзавод. Тоже очень важный район. Новая Самара, да, активно строящийся район. Школа там уже на 1200 мест. Сразу? Сразу, да. Там будет у нас на данный момент односменный режим работы. Тоже уже более тысячи детей принято. Сколько? Более тысячи? Более тысячи, да. Причем вот хотелось бы особо отметить, да, активность жителей, которую они проявляли, потому что в обеих этих школах изначально планировалось, ну, вот по первым классам, да, открыть по три первых класса. Но мы увидели тот спрос, который есть со стороны родителей, и в каждой школе в этом году у нас открывается по восемь первых классов. По восемь первых классов? По восемь первых классов, да. Соответственно, ну, дальше можно делать выводы. Кстати, преподавателей-то хватило, эти восемь первых классов? Это нужно решать и кадровые вопросы? Да, мы начали готовиться, и руководители образовательных учреждений начали готовиться заранее, подбирать педагогические кадры. Здесь не только педагогические, но в целом школу нужно комплектовывать работниками. Прекрасно понимаем, и спрос со стороны учителей в эти школы тоже высокий, потому что новые школы, новые возможности, современное новое оборудование, и люди туда действительно идут. Ну, надо отметить, что ведь, вот вы сказали, восемь первых классов, вот даже чисто математически, примерно, если по 30 учеников в классе, я так предполагаю, наверное, около 30 учеников, это 240 только первоклассников. Но, значит, вот вы сказали, примерно тысячи человек в школе, еще там более 750 учеников, это пришли, так сказать, уже в следующие классы. Да, и в следующие классы из других образовательных учреждений. То есть, как правило, это люди, которые возили своих детей, например, куда-то в отдаленные школы, и сейчас, когда у них около дома появилось новое современное образовательное учреждение, они выразили желание перевезти детей в школу ближе к дому. Кстати, а насколько легко перевезти ребенка вот в этой ситуации, ну, чисто технически, вот вы как специалист, ответите. Ну, в целом технически это легко, скажем так. Опять-таки, первое, что должно быть, это должно быть свободное место в том классе и в той школе, куда вы хотите ребенка перевезти. В принципе, перевод в образовательные учреждения допускается в течение всего учебного года. Ну, как правило, родители, естественно, предпочитают, чтобы дети доучились учебный год в одном образовательном учреждении и уже летом там перешли в другое. Спрос, например, в школу на пятой просеке вынудил, ну, не вынудил, да, а, скажем так, мы создали возможность подать заявление в электронном виде на перевод со второго по восьмой класс. Это было обусловлено действительно большим спросом со стороны людей, чтобы обеспечить прозрачность данной процедуры. Была такая возможность людям предоставлена, чтобы избежать скопления людей возле стен школы, то есть они из дома с помощью интернета, как такая возможность традиционно только для первоклассников предоставляется. Ну, вот в этой исключительной ситуации, да. Коллеги, да, из Министерства образования и науки Самарской области мы к ним обратились, оперативно нам помогли и была предоставлена возможность подать заявление на перевод детей в том числе с помощью интернета в электронном виде. Илья Дмитриевич, к сожалению, время, программа подошло к концу. Большое спасибо за интересную, насыщенную и очень важную, на самом деле, для многих людей беседу, потому что, ну, понятно, что образование наших детей – это та база, которая потом позволит им жить в дальнейшем. И уровень этой жизни будет зависеть в том числе от уровня образования, мы все это прекрасно понимаем. Надеюсь, у нас будут еще такие хорошие новости, вот как вы сейчас нам рассказали. Я имею в виду открытие новых школ. Мы тоже. Будем надеяться. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Илья Осипов, исполняющий обязанности, заместитель главы городского округа Самара, руководитель департамента образования администрации городского округа Самара. Удачи в делах. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!